Нейросеть уже в ваших кошельках, поэтому проникать особенно и туда больше не надо, поскольку искусственный интеллект, технологии искусственного интеллекта активно применяются, в том числе и сейчас, для того, чтобы предлагать вам наилучшие предложения из возможных, чтобы предугадывать ваши желания потребительские, чтобы подать вам такси в удобное для вас место, и причем сделать это во время дождя дороже, когда сухая погода дешевле. Так что здесь беспокоиться не надо. Нейросеть и персональные данные – это тема, безусловно, связанная, хоть, может быть, и не напрямую, но опасаться нейросети не надо, потому что это уже наша жизнь. На это можно также на улицу не выходить и оставаться дома просто для того, чтобы как-то минимизировать риск того, что вы попадете под машину. Нет, нейросети уже работают, прекрасно работают, чем дальше, тем лучше, и да, есть побочные, естественно, эффекты. Понятно, что как у любой технологии есть плюсы, так и минусы с социальной точки зрения. Можно создать дипфейк, то есть такую картинку или такое движущееся изображение видео, которое не будет соответствовать действительности. Например, изобразить человека там, где его никогда не было, например. Это возможно уже сейчас. Создать текст за человека тоже возможно. Но если вы спрашиваете о правом регулировании, то я здесь вынужден вас несколько разочаровать, потому что системного правового регулирования нет. Такое, которое бы охватывало все аспекты регулирования нейросетей. И это просто нельзя обеспечить сейчас. Они появились сравнительно недавно в качестве коммерческих продуктов, но они настолько быстро развиваются, что право за ними точно не успевает. Оно, насколько возможно, стремится. Но нейросети действуют по своим правилам, а право действует по своим. И закон о развитии нейросетей гарантирует их гораздо более быстрое развитие, чем развитие правовых норм. Поэтому я бы с большой осторожностью сейчас прибегал к правовому регулированию. Сейчас мы находимся на стадии рассмотрения цифрового кодекса. Это документ, который охватит своим регулированием практически все сферы нашей цифровой жизни. Если он будет принят, это будет сигналом к тому, что мы движемся в сторону комплексного регулирования, и все стороны этой новой цифровой жизни каким-то образом урегулированы. Но я бы не ожидал от него слишком многого, поскольку, скорее всего, технологии еще дальше уйдут. И это они сделают быстро. Поэтому самый надежный способ обезопасить себя от негативных проявлений искусственного интеллекта, нейросетей и прочих цифровых технологий, это знать о них как можно больше. Я думаю, что это самый лучший способ. Вы сможете отличать продукт, созданный нейросетью, от человеческого продукта. Сможете понять, как действует, например, автомобиль. Сам он передвигается, или, например, им управляет человек. Но здесь есть большая сложность. Любое правовое регулирование должно базироваться на моральных основаниях. Ну, в морали, проще говоря. А на соображениях, что хорошо, а что плохо. Но так получается, что сейчас пока не удается договориться. Пока нет единых представлений о том, что может себе позволить, например, самоуправляемый автомобиль, а чего не может. Как ему действовать в случае, если авария неизбежна. Такие ситуации бывают. И в какую сторону ему повернуть? На пешехода, и таким образом ему причинить вред. Или въехать, например, в препятствие и причинить вред водителю. Мы не знаем, как порешать эту проблему, потому что она этически неразрешимая. Поэтому пока нет правового регулирования. Мы маленькими шажками идем в эту сторону, но пока значимых результатов нет. И вот очень серьезно тормозит технический прогресс. Потому что вообще-то такие автомобили уже могут передвигаться сами. Они могут ездить без водителя, и они могут не попадать в аварии, и даже попадать в аварии, если даже такое случится, меньше, с меньшей вероятностью, чем человек. Говорят, что в перспективе сеть, которая будет состоять из таких автомобилей, она будет гораздо безопаснее, чем, например, наш нынешний трафик. Потому что они смогут общаться друг с другом, передавать друг другу информацию, предугадывать ситуации. Но нам нужно в этот мир попасть. Мы пока еще в другом мире. Там, где есть водители-люди. А потом у нас, наверное, будет такая ситуация, когда будут водители-люди и такие роботизированные транспортные средства. Как у нас сейчас в законе определены, они высокоавтоматизированные транспортные средства. И тогда есть вероятность, что наступит хаос, но, скорее всего, он быстро закончится. Насколько, на мой взгляд, все-таки такого рода самоуправляемые автомобили победят.